Дорогие друзья, здравствуйте! Дорогие слушатели и зрители, вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гостья Ниргуяна Эверстова-Чолбон. Ниргуяна, здравствуйте! Добрый день, Светлана! Благодарю вас за приглашение и возможность провести этот эфир вместе с вами. Спасибо большое! Я благодарю, что вы пришли сегодня в нашу студию. Я вас очень ждала, и этот эфир ждут мои друзья. Потому что, когда я сама узнала о том, как вы многогранны, и рассказала своим знакомым, то просто ближайшие 40 минут, и я даже боюсь, что нам не хватит поговорить обо всём. Вы энергопрактик. Вы народный целитель. Вы ясновидящая и предсказатель. Вы составляете прогнозы. И, возможно, сегодня каким-то прогнозом вы порадуете и меня, и наших слушателей, и зрителей. Я надеюсь, мы не договаривались, но вдруг так пойдёт. Вы таролог. Вы многодетная мама. Это вообще невозможно поверить. У вас роскошная фигура. Вы мама особенного ребёнка. Особый статус. Вы психолог-конфликтолог. Вы знаете несколько языков. Объездили полмира. Также вы проводник. Вы проводите алгыс-обряды. И участница одного из конкурсов красоты – мисс Новая Якутия. Кроме этого, вы девушка, которая не смотрит телевидение и не слушает радио с 2013 года. И сегодня тоже об этом поговорим. Но, тем не менее, вы сегодня и на радио, и на ТВ. И хочется обо всём поговорить. О волшебстве, о чуде. Но я подумала, что, наверное, самое главное чудо в нашей жизни – это доброта. И вы здесь преуспели, потому что вы организатор проекта, связанный добром. И вот, возможно, давайте мы с этого начнём, а дальше уже как пойдёт. Что это за проект? И кому пришла такая идея? Как долго он живёт? И какие успехи за этот год у этого проекта уже есть? Для кого он? Проект, связанный добром, уже существует более пяти лет. В 2017 году, после того, как я родила третьего ребёнка, я сидела в очередном своём декрете, так называемом, когда мама успевает и работать, и заниматься детьми, и при этом находить для себя какое-то увлекательное хобби. Для меня это стало вязание. Я решила организовать клуб вязания для женщин. Он имел все признаки невероятного сообщества, потому что у нас были только имена, и никто не знал, кто чем занимается, никто не смотрел на возраст. То есть это было абсолютно открытое сообщество, где каждый мог выражать себя только в изделиях, только в творчестве. Он назывался «Мегаярна». А что за название такое? Почему? «Мегаярна» — это значит «вязать», «вязание» с английского языка. «Мега» — это потому что у меня есть прозвище. Мои друзья и близкие меня называют «Мегаяна» за всю многомерность моей личности. — Справедливо, потому что действительно очень много всего вы делаете, и даже невозможно понять, как вам хватает часов в сутках. — Ну, наверное, поэтому я, к сожалению, лишена такого удовольствия, как телевидение, новости, радио. — А вот, кстати, отличный совет. Хотите много успевать, да, не смотрите телевидение и радио, но сегодняшний эфир — исключение, смотрите и слушайте. — Да, это, конечно, определенный тайм-менеджмент из управленческих навыков, но и приобретенный за достаточно большой период моей многолетней работы. Я имею официальный трудовой стаж с 2005 года. Сама работаю с 13 лет. Первые деньги заработала в 13 лет. Родители всегда способствовали этому, потому что я считаю, это важно. прививать детям страсть к трудолюбию, и это великое чувство осознания самоценности. — Но у вас не было наверняка необходимости зарабатывать для себя деньги, потому что вы из обеспеченной семьи. Почему вы решили вдруг в 13 лет их заработать? — Совершенно верно, но причина была абсолютно банальна. Моя мама работала на тот момент. В старших классах я училась уже в частной городской школе в лицее, активно участвовала в общественной деятельности, была министром образования в своем лицее. Это одна из лучших школ здесь, на Дальнем Востоке. И моя мама работала врачом, причем дежурила часто. Она уходила на сутки, потом оставалась еще там на день. Отец также работал в силовых структурах, и у них также были дежурства. Я сидела дома с младшим братом, и всегда хотела их порадовать на праздники, на дни рождения, на Новый год какими-то яствами. И, конечно же, куда я пошла, это сфера общепита. В сфере общепита проработала 4 года. — А что это было? Ресторан? — Официанкой, посудомойкой, потом меня повысили до помощника-повара. Эти навыки мне очень пригодились в жизни. Вообще сервис искусства доброжелательного отношения, показать каждому гостю, каждому клиенту, каждому человеку и другу, что он для тебя особенный посредством служения. То же самое у меня появилось в клубе. Когда ко мне приходили люди, они оставались женщины. В какой-то момент это была группа в социальности, вот в WhatsApp, в мессенджере. И мы просто превышали максимальный лимит допустимых членов, которые вообще может быть в сообществе. Постоянно делали закупы пряжи. Я привозила из-за рубежа, ездила сама на выставки. Даже участвовала в международном форуме вязания от Республики Саха-Якутия и презентовала там, на Тверской, в Москве, авторские крючки из бивня мамонта, которые можно передавать по наследству. — Надо же! И вы этими крючками вязали шарф нашему мамонту? — В том числе. А шарф мамонту — это ярнбомбинг, называется. Это направление придумали также в Америке и очень популяризировали в Турции. Ярнбомбинг — это современный стрит-арт, это искусство, украшение общественной среды. И с таким предложением на меня вышли исторический парк Россия. Они мне предложили украсить их мамонта шарфом. Но своими силами у них не получилось. И кто-то им дал мои контакты, что вот есть такая девушка, которая организовывает вокруг себя сотни людей. И мы буквально за три часа пришли и связали, соединили детали. У нас получилось порядка 14,5 метров. Обмотали этот шарф яркими красками. — Даже 14,5 — так много. Причём он такой узорчатый, такой необычный. Я удивлена, что всего три часа понадобилось для такого шедевра. — Потому что мы все пришли. Каждый из нас служил частичку своего труда. Мы уже пришли с готовыми фрагментами. То же самое и про проект «Связанный добром». Это благотворительная акция ежегодная, которая проводится накануне Нового года. И благодаря педиатрической службе и бригадам Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия поликлиника номер один и инициативе главного врача мы вязали эти изделия именно детям, которые нуждаются в палеоактивной помощи, и членам их семей, именно тем семьям, которые мало кто помогает. Я сама, как мама особенного ребёнка, я могу сказать, что я не получаю, возможно, часть тех льгот, но я на это и не претендую, которые получают и другие категории, потому что я работаю, очень много активно работаю и так далее. Не могу претендовать на все эти льготы и так далее. И поэтому дети, которые нуждаются в палеоактивной помощи, чьи родители взяли на себя мужество и отвагу... — А палеоактивная — это что за помощь? — Это вот такая, когда дети лежат, и у них ограничены основные функции нормальной активной жизнедеятельности. Они лежат, не могут есть. — Да. Кто-то не может обучаться. То есть очень большая преграда в обучении, и они находятся практически постоянно дома. Это высокий уровень психологической нагрузки на всех членов семьи, и поэтому эти подарки, вязанные своими руками, тепло согреты рукодельницами, мы относили не только детям, но и им. И вот уже пять лет. Плюс я открывала тогда торгово-информационный центр «Аллергодом» для аллергиков здесь, якутских у меня, потому что старшие дети, и я сама подвержена этому интересному недугу, не до конца изученному. И в Санкт-Петербурге аллергия. — А, аллергия, да. Кто ему не подвержен сейчас практически всем. — Да, да. И там же, получается, вообще этимология, она непонятна, да? Откуда это? Где-то есть психосоматика, где-то наследственность, генетическая предосположенность, характер питания, место обитания. То есть это всё очень так лобильно. И в Санкт-Петербурге, когда я ездила туда на обследование со своими детьми после тяжелейших пяти перенесённых операций со старшим сыном, из-за чего мне пришлось тогда остановиться в развитии своей... На тот момент 25 лет. Это был очень высокий старт. Головокружительная карьера у меня была в органах исполнительной власти. Я была руководителем отдела в рамках вообще республики. Ездила с проверками. Была в очень многих районах, улусах. И то, что ребёнок ваш заболел, это остановило вашу карьеру? Да, я выбрала для себя приоритет. Почему так произошло? У вас такое непростое материнство получается. А у кого оно простое? Не знаю, бывает, что иногда дети растут и растут, особо не требуют какого-то вмешательства когда со здоровьем более-менее всё хорошо. Я никогда не думала об этом, почему мне дано пройти что-то, а другим людям другое. Я всегда видела, когда была во множественных реабилитационных центрах и в России, и в Нейрингри, и в известном СУВАК. Я хочу, кстати, пользуясь моментом поблагодарить преподавателей, лечащих врачей, нейрингринских реабилитационных центров и здесь, на Сергеляхе, которые помогли моему ребёнку из восьми диагнозов преодолеть семьи. Сейчас он остался только один. И вот тогда я с этим столкнулась. И поэтому я поняла, что моя деятельность будет связана также и с помощью. И это не только будут разовые акции, подарить подарки на Новый год или принести всем сладкие подарки, купить игрушку. Это будет постоянно. В том числе и женщинам я предлагала, когда во время своих проверок и поездок я проверяла сиротские дома, я видела то, что дети выходят оттуда из казённых учреждений, у них нет понятия уюта. Я ничего сейчас не хочу сказать, но просто понятие уюта до конца не сформировано. Конечно, это понятно. И поэтому я приглашала девочек к нам, чтобы они в своей семье делали. Я говорю, смотри, у тебя здесь дует закон, ты могла бы здесь данную весочку сделать, законопатить сама. Но дети к этому не приучены, просто нет навыков. И мы в нашем сообществе, там буквально три поколения, это было как школа третьего возраста, можно сказать, потому что женщины пенсионного возраста к нам приходили, известнейшие, умнейшие женщины и республики приходили к нам. И они, так как у них освободилось немного времени от активной работы и от маленьких детей, они вязали в нашем клубе. И также мы ездили в дом престарелых, интернаты, ездили и проводили там курсы, курсы плетений разных изделий для развития мелкой моторики. Мы же знаем то, что мелкая моторика, она напрямую связана с когнитивными и интеллектуальными навыками, свойствами у человека. Вы помогаете и детям, и пожилым людям, получается. Да, всем. Я по своей природе, и по своей психологической карте альтруист. Я участвовала в очень многих конкурсах управленческих для молодых кадров. Мне сейчас 35 лет, в том числе, и Буравьёв, Амурский и так далее. Обучалась по программе Ранхикс и сама обучалась здесь и в Якутске руководителей. Была модератором этих программ. И, конечно, у меня есть полное представление о своём психотипе. У меня идёт альтруизм 100%. И я вот идеальный заместитель. Хороший эксперт. У меня критическое аналитическое мышление, организаторские способности и исполнительская дисциплина. Это супер, когда ты так себя знаешь, хорошо понимаешь. Вы составляете отличные прогнозы. Вы себе их составляете тоже или сапожник без сапог? Только можете для других людей видеть. Я считаю, что другим людям может помочь оказать какую-то пользу только тот человек, который в первую очередь целостен сам. поэтому я стараюсь работать не над собой, то есть не с позиции силы, а с собой, но в дружестве, любви, в контексте с собой, понимать себя и не реагировать на критику, потому что как магистры психологии и конфликтологии, причём прикладной конфликтологии, не академической, я знаю то, что нельзя реагировать на реакции людей, которые сами до конца себя не знают. То есть у них нет понятия ясности, ясного представления о самом себе. Так какое же ясное представление и точное они могут давать этому миру? Очень мудро. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр, и вот у меня такой вопрос, да. Впереди у нас длинные праздничные выходные, и всё население России 9 января выйдет на работу. Вот у меня такой вопрос. Какие вы посоветуете поставить на рабочем столе амулеты или, может быть, обереги, чтобы следующий год был для нас успешный и тому подобное? Александр, спасибо за вопрос, за ваше внимание. Классный вопрос. Прекрасный вопрос. Потому что год следующий, 2024, будет годом зелёного деревянного дракона. Это по официальной версии. По вере и тагаль, нашей народа Саха, это будет год Аи, то есть год духов. И совершенно точно Александр сказал, что надо, возможно, сделать какие-то определённые вещи вне рационального, вне научного мышления, которые бы помогли нам себя чувствовать комфортно на рабочем месте. Ведь на рабочем месте мы проводим большую часть времени. Я вот работаю с 9 до 6 каждый день в бюджетном учреждении, прекрасно понимаю в коллективе, какие бывают состояния, ситуации. И действительно иногда хочется немножко... Каждому человеку же нужно такое своё пространство. Конечно же, это символ следующего года, 2024, дракон. Дракона надо ставить... Дракона, так же, как и льва, надо ставить пастью к входу, к двери. Если, допустим... Кстати, часто бывают такие вопросы, вот жаба же есть, жаба богатства, да? Жабу богатства тоже надо ставить, её вот пастью с монетками в ту, чтобы она смотрела именно в стену закрытую. То есть там не должно быть прохода и не должно быть оконного проёма. Иначе всё ваше богатство будет утекать. Поэтому, конечно же, это дракон. И я бы посоветовала... Я бы посоветовала... Есть такое... Что-то связанное с ветром. С колокольчиками, с ветром. Есть вот колокольчики, шум ветра, да? Вот такие вот вещи, ловец снов. То, что связано со скоростью, то, что связано со стихией воздуха. У вас даже голос изменился, когда вы стали сейчас говорить. Информация идёт. У меня параллельный свой прямой эфир. Круто. Потому что следующий год будет год скоростей. 2023 год я делала презентацию и прогноз к нему в прошлом году на Пече Куча Найт. У Анечки Фоминой она меня приглашала в качестве основного гостя. И у меня был астропрогноз на 2023 год в рамках мира. То есть я писала, что будет актуально в моде, что будет актуально для саморазвития. Это огромный, ну, учитывая мой научный стиль мышления, это прямо огромный пласт. Всё сбылось. Всё сбылось. Мои прогнозы всегда точны. Поэтому я являюсь топ-астрологом. Ну, меня назвали астрологом, да? Я не против. Называйте, как вам удобно. Топ-астролог на республиканских информационных порталах. Они просмотры доходят до 40 тысяч. То есть это достаточно серьёзные цифры для республиканских местных порталов. Тем более при таком обилии, да, вот всей информации и астрологических прогнозов в том числе. А дракон пастью к двери, это значит, он защищать будет? Он будет защищать. Что такое пасть? Да, что такое рот? Вот это органы чувств говорить. Мы даже сейчас с вами общаемся, да? Это реализация. То есть реализация через рот. Соответственно, драконы, все говорят, что это символ власти. Но власть тоже приходит через реализацию и через проявленность. Пастью ко входному проявлению, с одной стороны, он будет заглатывать те недружественные намёки или посылы, которые могут идти в вашу сторону. А с другой стороны, он поможет отхватить этот кусок пирога успеха. Отлично. Я думаю, дома, наверное, тоже так можно, да? Совершенно верно. Вообще супер. Мы продолжим буквально через короткие 4 минуты. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь с нами. Впереди ещё очень много интересного. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня Нергуяна Эверстова-Чоубон. И мы говорим о таких интересных магических вещах. В первом блоке Нергуяна рассказала о том, что важно, чтобы на вашем рабочем столе был символ года, дракон, пастюк двери входной. И чтобы был какой-то символ ветра. Потому что год обещает быть очень стремительным. Это могут быть ловец снов, это может быть колокольчик. Вот колокольчик мне... Почему-то даже я ещё до встречи с вами я думала купить колокольчик. Вот не знаю почему, как-то ощущала. Сейчас думаю, ничего себе. Значит, вот есть какой-то поток, да, какая-то интуиция у каждого из нас. Но у вас она мощная. И вы так раскрываетесь, когда вы начинаете говорить. Я вот сейчас в студии это ощущаю, вот эту магию особую, когда вы говорите. Не знаю, наши слушатели и зрители, наверняка, надеюсь, тоже её чувствуют через экраны, через волны. В какой момент вы почувствовали в себе дар? Вы ясновидящий энергопрактик, народный целитель, таролог. Вы читаете Алгыс, проводите эту церемонию. В какой момент вы ощутили, что это ваше, и вы для этого? Алгыс Арчи Растаны, серь том называется. Это обрядово-церемониальная часть народа Саха. Я аккредитована в авторской школе Афанасия Семёновича Фёдорова. Это старейшая и самая известная Алгыс Чит Республики, без которого не обходится ни один эсэх. В 2023 году мне посчастливилось тоже поучаствовать и в церемонии встречи солнца, и на церемонии открытия эсэха Туймады в качестве Алгыс Чита. Я прошла все три ступени обучения в авторской школе. Вообще, я приверженец обучения всегда максимум до пятого колена. Всех авторов того, чего я владею, и своих учителей. Допустим, я обучалась в московской школе также. Был Зигмунд Фрейд. У Зигмунда Фрейда был ученик Карла Юнг. Самый известный, да, Юнг-ианство. У него был свой ученик. Я не буду называть сейчас это имя в прямом эфире. И его ученик — мой учитель. Прямой в психологии, в психологическом анализе, самоанализе в части конфликтологии. Мой учитель — самый известный, первый конфликтолог в России, которая практикует с 1997 года. Она имеет опыт работы, в том числе и в строительных конфликтах московского округа. Это член Зиновицкого клуба, где мне тоже посчастливилось быть. Это «Россия сегодня», философский клуб в Москве. Её зовут Цой Любовь Николаевна. И вот также Афанасий Семёнович Фёдоров отдал мне разрешение. Я аккредитована. И его школа, и его методика. Она единственная в республике, аккредитованная Министерством культуры и духовного развития. Встречаю делегации, провожу большие мероприятия, в том числе и частного характера для семейных мероприятий, открытия, деятельностей. Когда люди развиваются, когда они проявляются, я считаю, что это прекрасно. То есть вот этот ваш дар, вот эти все ваши статусы и ипостаси — это результат учёбы, труда и нахождение тех людей, которые в этом мастера. Да, я думаю, что просто это великая удача и это роскошь общения с такими людьми. С Ульяной Алексеевной Винокуровой я также поддерживаю очень тёплые отношения. Она в своё время мне сказала, у меня несколько образований. Это юриспруденция, экономика, управление строительной отраслью, магистратура по прикладной конфликтологии. Сейчас я получаю ещё одно образование. Это среднее медицинское образование получаю параллельно. Ученица я также доктора остеопатии Павла Георгиевича Жиркова. Я думаю, что в республике его тоже все знают. В 20,5 года я у него обучаюсь всем методикам. И для того, чтобы не выйти голословно, мне Ульяна Алексеевна в своё время сказала, что тебе надо создать хороший, сильный бэкграунд для своих авторских методик, за что я её благодарю. И она сказала, что мы живём в Срединном мире. Мы должны быть чуть выше Земли, то есть не пересмыкаться по ней, и чуть ниже небес, чтобы сильно не отлетать из реальности. Мы люди Срединного мира, материального мира, и мы должны совмещать в себе всё это. Если мы хотим проявляться в социуме, понятие социальной реализации, социальной лифта, даже благодаря этому, возможно, я сейчас сижу в этой студии, если бы я не проявлялась вот так в мире материальном, может быть, я бы и не была героиней такой прекрасной, популярной передачи. Вот, и также я являюсь членом общей российской лиги психотерапевтов и психологов, которая является филиалом всемирной организации. И со временем планирую также, сейчас вот работаю над книгой вместе с известным писателем, который публикуется на Литресу, он мистик. Имя тоже его не будете назвать? Оставите пока интригу. До премьеры, да. Очень хорошо, что вы сейчас вспоминаете имена и называете имена тех людей, которые вас научили. И вот, может быть, даже в завершении года это так, мне кажется, чудесно, благодарить всех тех, кто встретился на пути и отдал свои знания, свой опыт, и вы так благодарно это всё берёте. Как вы относитесь к благодарности в свой адрес? И вы сказали ещё в первом блоке о том, что самое важное для... дать человеку, что он особенный, дать понять человеку, что он особенный. А даже если этот человек просто пришёл в вашу жизнь, и вы как-то с ним столкнулись, потому что вы стали это говорить, когда говорили о том, что вы начали свой путь рабочий с официантки. И там, значит, вы тоже так... Эта работа вас этому научила. Что это значит? Дать человеку понять, что он особенный. Как это? Моя мама, мой самый лучший учитель, она мне сказала, что каждый человек, который приходит к тебе, она практикующий врач, очень известная Левтина Васильевна Эверстова. И она мне сказала, каждый человек, каждый пациент, который к ней приходил, она всегда в нём смотрела и видела ребёнка, чьего-то ребёнка. А каждый ребёнок — это же ценность. Даже руководство страны, нашей республики, объявило 2024 год семьи. И год детства. И я сама, как многодетная мама, понимаю, что каждый ребёнок, я вижу, они все мои, но они сочетают в себе прекрасные, удивительные качества и свойства, и каждому нужен идеальный подход. Каждого надо развивать абсолютно иначе. И каждый человек, который ко мне приходит, я тоже на него смотрю, что это чей-то ребёнок. Меня прямо почему-то ваши слова сейчас так растрогали до слёз. Я подумала, что это действительно очень так мудро смотреть, если перед тобой даже пожилой человек, что за его плечами стоят его родители, и он так дорог им. Да. Что это такое чудо передачи этой жизни, да, и сколько бы лет ни было этому человеку, и в каком бы положении был, он ни был в какой ситуации, он дорог для своих родителей, для своего рода, именно как ребёнок, как продолжатель этого потока жизни. Слушайте, это так глубоко. Конечно. Это богоявление. Каждый человек — это богоявление. Представьте, сколько было великих возможностей у Вселенной, чтобы родился именно этот человек. Но так получилось, что родился он. И значит, мы должны тоже к нему относиться соответствующе, как к уникуму. Соответственно, и род возлагает на него определённые надежды, определённую миссию. Так же, как и мой род. Со стороны отца мы потомки старшего сына Тыгына Эберре. У нас исконно саха фамилия Эверстова. Просто она немножко модифицирована. То есть Эберре они написали потом Эберестов, Эверстов, и вот мы сейчас стали Эверстовы. У нас есть хорошая история с великими купцами, политическими деятелями. Со стороны матери это духовенство. Потомки моей, предки моей матери, наверное, и потомки тоже будут, да? Оговорочка интересная. Предки моей матери, они приехали в Якутию из Китая, также из Грузии. И мы собирали даже встречу потомков Габица в Саха-театре и ставили постановку. Я была ведущей, сорганизатором. В 2017 году 450 человек. Очень многие активные и деятельные люди республики оказались нашими родственниками. У нас у всех общая кровь течёт, какой-то определённый общий геном. Вот потомки Габидзе, Габышевы, вот все это знают, да? Наверное, слушатели тоже сейчас кто-то узнает про это. Вот такая вот история, знаете, создать легенду. И потомственные, да, дары ясновидения, целительские, он идёт, соответственно, вот с двух сторон. Я вот и думала, что вы скажете, во-первых, наверное, о том, что есть потомки в вашем роду, и что вот этот вот дар ясновидения, целительства, он передался по роду. Но вы сначала сказали именно про то, что вы шли и учились у тех людей, у которых есть вот такие знания, такой опыт. Это очень круто. Я хочу спросить у вас, может быть, вы хотите о чём-то рассказать, о чём я вас не спросила. Есть какая-то информация, которую вам важно сейчас сегодня здесь озвучить? А вдруг я о ней не спрошу, не задам этот вопрос? Намеренно оставляю у нас минут семь до конца эфира, ещё есть. Намеренно оставляю именно это время, чтобы не торопить вас. Меня спрашивали в одном интервью, кем я себя вижу, кто я. Я сказала одно единственное слово — служащий. Служащий по роду своей деятельности в работе в органах исполнительной власти или в подвенцанных учреждениях всю свою сознательную жизнь. Служащий для своей семьи, потому что я выбрала, чтобы эта семья у меня появилась, эти дети, и я ответственна за их будущее. И я буду этому служить. Я служу людям, которые приходят ко мне с определёнными запросами. и это называется именно запросом, скорее всего. Это не просьба, это запрос. И я ещё служу искусству, считаю свою деятельность в качестве модели для творческих фотосессий, сотрудничеств, этнофестивалей, распространения этнической культуры. И также о фестивале, где я являюсь организатором и ответственная за магию, эзотерику. Я пропагандирую это, я несу это. Да, конечно, есть такое понятие, как общественный резонанс. Я умею его создать. И это не всегда есть я. Есть такие вещи. Если я буду говорить о том, что я увлекаюсь искусством, а я действительно им увлекаюсь живописью. Я ездила в 2011 году в рамках такой миссионерской поездки по популяризации местных художников за рубежом. Куда бы я ни приехала, я всегда, мне интересна история музея. Чаще увидеть меня можно там. Театр. Причём одну. Ну, или в приятной компании с кем-то. И всему этому я служу. В детстве я от республики участвовала в спортивных играх «Дети Азии». Которые грядут в следующем году в нашей республике. И я в тот момент поняла, что мой кумир — это Михаил Ефимович Николаев. И сейчас я периодически езжу в Николаев-центр. Это моё место силы. Объездив практически полмира, осуществив паломничество в Иерусалиму, Оптину пустынь, другие эгрегоры мусульманского, христианского и других толков, каких только возможно, мне подсказал… Во сне я услышала фразу «Ты прошла три урока». А, у человека есть три урока. Красотой, богатством и любовью. И есть три дракона. Ты нашла чёрного дракона, познала красного дракона, а теперь остался белый. И ты найдёшь его в том месте, где ты родилась. Я в тот же день возвращаюсь в Якутию, попадаю каким-то чудом на эти обучения Алгыса. Мне было немножко сложно. Большую часть материала я понимала нативно, потому что обучалась в русской школе, обучала английский язык, французский язык, турецкий язык. Саха, он мне передался больше от бабушки с дедушкой. Тем более в детский сад я не ходила. Я воспитывалась в очень закрытых условиях, где были бабушка, дедушка, как в сказке «Спящая красавица». Две тётушки без детей и без мужа, и дядя, который учил меня с детства. Они меня в школу учили, я помню, играть в шахматы, в домино, в лото. Вот так вот я научилась цифрам. И сказок у них детских не было, вроде «Теремка». Были сказки Александра Сергеевича Пушкина и арабские сказки. Так интересно, не хочется даже вас перебивать. Вы так открыты, и очень приятно вас слушать. Меня просили знакомые спросить, возможно, отчасти вы ответили на вопрос, где вы черпаете силы для того, чтобы выдерживать такой ритм и столько всего успевать. Но вы сказали уже места силы, есть ли ещё что-то? В любви. В любви? Только в любви. Что значит «в любви»? Вы находите тех людей, которых вы любите, или любят вас, и это такая любовь? Я поняла, что любовь — это такое свойство, которое живёт внутри нас, независимо от того, что нас окружает. Любовь, она либо есть, либо нет. И это чувство может быть ответным или безответным. Так же, как и дружба. Один человек может считать себя другом, а другой нет. Тогда дружба тоже может быть безответной. Так же, как и любовь. Но от этого она же не перестаёт существовать. Но она ранит тогда. А ты её можешь излить в творчество. Вот то, чем я занимаюсь, оно всегда исходит из любви. И поэтому... А это бесконечный источник энергии, бесконечный источник силы. И поэтому, наверное, нарекли меня Чолбон. Чолбон — это утренняя звезда, мне сказали, ведущая уст... Вот мне сказали, это утренняя звезда, ведущая усталых путников. Если отнестись к истории, то это также Венера, Иштар, богиня, изобилие, плодородие и так далее. Можно проводить очень много параллелей. Вот Августина Николая Инна Филиппова, кому великий мастер, просто художник, которому мне довелось вручить ведомственную награду на сцене буквально позавчера, у неё был творческий вечер. Она тоже была с интересной историей. То есть девочка, комуающая с ножницами. И вот она когда-то в каком-то своём движении я поняла, что это тоже всё... Любое творчество рождается с любовью. Муки, рождение, они всегда сопровождаются любовью. Ребёнка ты же рождаешь тоже через муки, но это же всегда через любовь. И это плод любви. Тогда не надо бояться любить и дружить. И пусть это будет невзаимно, но это всё равно будет рождение чего-то нового внутри тебя. Последний вопрос задам. Насколько вы доступны для обычных людей? Могут ли они обратиться к вам за помощью, за предсказанием, за прогнозом, за целительством? Я есть во всех соцсетях. У меня уникальное имя... Мы не называем только соцсети. Да, мы не называем. У меня уникальное имя Яна Эверест. В любой соцсети меня можно найти. Я всегда открыта для сотрудничества и отвечаю в личные сообщения. Делаю в открытом доступе расшифровки прогнозы, в том числе на порталах и больших мероприятиях, фестивалях, этнофестивалях, эсэхо и так далее. Нюргыяна, спасибо вам огромное. И спасибо, что рассказали, что Чулбун — это звезда. Ведите нас и дальше. Пусть будет много встреч в новом году, много любви и счастья. И пусть будет рождаться новое. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Спасибо наших слушателей и зрителей за внимание. Спасибо вам за эту возможность.